всем привет это небольшое видео я хочу посвятить самым интересным растениям которые украсят ваш сад осенью начнем мы рассказывать не с осени а с середины лета сейчас на ваших экранах эхинацея пурпурная она привлекает очень много различных полезных насекомых растение это полезное лекарственное но мы будем здесь рассказывать не совсем о нем сейчас мы видим как цветет бузурник бузурник это очень интересное растение с весны она будет радовать нас своими пестрыми листьями а осенью зацветет желтыми ромашками дальше зацветает пасконник пасконник это просто невероятный медонос эхинацея пурпурная зачастую цветет с ним одновременно именно поэтому я вставила ее в это видео они примерно 1 розового оттенка и оба привлекают насекомых но с пасконником пожалуй ничто не сравнится так много бабочек шмелей полезных насекомых пчел не привлекает наверное ни одно растение однако пасконник радует нас не только летом если хинацея просто цветет долго способна повышать иммунитет если ее листики заваривают в чай то пасконник не только привлечет полезных насекомых но и будет радовать вас осенью даже зимой сейчас мы видим как на одном пасконнике находится порядка 30 шмелей не все они конечно вошли в кадр но их по сути бывает просто огромное количество одновременно со шмелями на пасконнике могут сидеть бабочки это высокое растение она зачастую бывает выше человеческого роста она красиво смотрит как на втором плане сборных цветников так и как солитерная отдельная акцентная посадка бабочки летающие вокруг пасконника тоже создадут определенный шарм вокруг этой зоны сада бывает очень интересно посмотреть за шмелями разнообразными видами полезных насекомых они просто балдеют от пасконника растение имеет довольно таки приятный медовый запах но для человека оно практически не ощутимо если только не нюхать его близко шапки на пасконнике а со временем засыхают и превращаются высокие красивые сухо цветы мы обычно не отрезаем их на зиму осенью они смотрятся ну достаточно пушистыми осенними такими сухо цветами но вот зимой как только их укроет снег это снова становится центром красоты в саду шапки заснеженные интересной формы высокие они безусловно украсят ваш сад в зимний период пасконник одно из лучших растений осени лето и зимы как и бузульник бузульник тоже образует интересные сухо цветы и от эхинацея пурпурный останутся шапки семена которые смогут порадовать и украситься от зимой ну а сейчас мы видим повторное цветение сирени я специально держу рядом с ней красные осенние листья чтобы показать что дело происходит не весной а осенью в этом году сирень у нас цвела повторно но и не только она порадовала здесь мы видим ветреницу ветреница тоже как правило цветет в мае как и сирень но здесь она тоже зацвела осенью ну а это уже совсем не диковинка а вполне привычное цветение флоксов шаловидных повторно осенью эти цветы часто цветут повторно следующим растением без которого сложно представить осенний сад является мискантус мискантус сначала радует красивой круглой кочкой это декоративный злак потом из этой кочки вырастают постепенно развиваются соцветия осенью листья мискантуса приобретают разноцветные оттенки желтый розовый оранжевый рыжий какие-то красноватые тона и конечно же остатки зеленого цвета смотрится это достаточно декоративно ну а затем мискантус полностью становится рыжим как мы сейчас видим рыжий мискантус уже выпустил свои соцветия он выглядит очень по осеннему ну и вот поздней осенью его соцветия распушаются и раскрываются главное декоративное качество мискантуса это конец осени и зима всю зиму его пышные пушистые заснеженные соцветия будут центром привлечения внимания к зимнему саду мискантус будет стоять красивым абсолютно всю зиму а весной его можно снова срезать под ноль и он образует новую красивую почку листьев мискантусу не свойственно размножаться разлетаться разрастаться кочевать по территории это растение будет расти таким аккуратненьким кустиком постоянно не требует совершенно никакого ухода обычно декоративные злаки пугают многих садоводов тем что люди опасаются что они могут начать кочевать по участку но с мискантусом такого точно не произойдет это растение рекомендовано абсолютно всем ну а это осенние грибочки я научилась заводить грибы на участке в данном случае это опята которые мы посадили на пень можно сажать их народным способом то есть собирая уже переспелые грибы в лесу и нося их на подходящий пенек а можно покупать готовые наборы со спорами и сажать спасибо всем за просмотр до встречи в следующем видео и